В общем, открывает чуть ли не канал телевизионный специальный за здоровый образ жизни. И сейчас все утренние передачи, был несчастный один Малахов, плюс который Малахов, и куда-то пропал. Надоело ему это все. Я его понимаю. Ну, считается, что он так антимедицинские какие-то вещи предлагал, но надоело ему. И это понятно. У нас же вообще два президента, между прочим. У вас как-то не было ни одного как-то было. У нас два. Мне очень, кстати, особенно симпатичен маленький президент, который маленький. Ну, вообще, он же начинал как просто оглушительный. Оглушительный начинал говорить, надо бороться с коррупцией. Собрал всех в Кремле, и им прямо в глаза объявил, будем бороться с коррупцией. Я думал, как он не боится. Это ж надо же прямо в глаза такое сказать. Ну, сейчас уже затихли, на эту тему никто не говорит. Может, борьба продолжается, может, уже нет. Дел куча. Можете же и... Так вот, сейчас, значит, уже после всей этой борьбы с коррупцией, сейчас, значит, идет модернизация и за здоровый образ жизни. Чтобы люди были крепче. Я вспомнил, ко мне обратились, что такое здоровый образ жизни. Ну, я, в общем, попытался сказать, как я его понимаю, здоровый образ жизни. Я же давно когда-то рекомендовал. У меня вообще кое-что, конечно... Ну, с течением времени, ребятки, жизнь, которая заполняет организм человека немолодого, вытесняет юмор. Спасибо за понимание. Молодежь, которая еще не полна жизни, а полна галлюцинаций. Она смешно многое делает, удачно говорит, и ребята способны, и все. И, конечно, соревноваться с ними уже не приходится. А потом же жизнь наполняет, и все. И вот, что такое мой здоровый образ жизни. Когда-то я говорил, что... Мы хотели принять на ночь слабительное одновременно со снотворным. Очень интересный результат. Так вот, сейчас я и мои друзья все принимают на ночь слабительное одновременно со снотворным, и ничего не происходит. Доволохся до глубокого понимания того, что писал когда-то. Значит, что теперь? Что я люблю? Люблю... Вот почему мой образ жизни такой здоровый? Люблю мускатное шапанское и борщ где-то в пять утра. Люблю вот, когда прилетаю ночью, или просто сойти, сойти и зайти, подойти к холодильнику, открываешь холодильник, люблю ночью поставить себе сковороду на большой огонь. Туда, значит, сливочного масла. Я сейчас голоден, поэтому очень красочный расход. Такие краски возникают, когда человек голодный. Вот в каком состоянии надо писать. Значит, вот бросаешь на раскаленную сковороду сливочного масла, потом туда же, подсолнечного масла, вот эта смесь вскипает, и туда начинаешь прямо в сковороду резать картошечку тоненько. Режешь картошку, режешь, 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 полную сковороду. Накрываешь крышкой, чтобы она так, чуть-чуть, на большом огне все время. Потом начинаешь, чуть-чуть посолил и запил шампанским. Посолил, запил шампанским. Потому что важно, чтобы был очень точный посол. Поэтому и надо запивать. Крышечкой все время придамываешь. Когда уже чуть-чуть готовность, ты туда вбиваешь 2-3 яйца прямо в эту вот сковороду. Потом вбиваешь туда, значит, нарезаешь колбаски туда же. Туда же шинкуешь лучок. Все это перемешиваешь. Запах стоит такой, что в дверь начинает стучать. Не открывать. Отсекаешь дверью всех, как в метро. Никто не будет. Черт возьми, все. Потом, пока она там доходит, она должна быть мягенькая картошечка, чуть-чуть, но жареная, чтобы запах стоял. Берешь, конечно, хорошо, если есть, допустим, французский хлеб, такой багет хрустящий. Разрезаешь вдоль. Либо батон, либо вот это. На таком масло застаешь. Такое холодное, ну, у всех холодное сливочное масло. Мажешь его маслом с сливочным. Потом сверху щучьей белой икрой. Вот такой вот длинный батон параллельно полу. Вдвигаешь его в себя. Кстати, жареная картошка можно и по виллам даже мазать. Клевать. Сливочное масло по виллам вбегаешь и заедаешь жареной картошкой. Я поставил, кстати, сковороду с картошкой на стол прямо. Значит, часть картошки смешиваешь с ледяной кислой капусточкой из холодильника. А так, потому что это совершенно изумительно. Это получается горячая картошка, ледяная кислая капусточка, вот этот батон с помидлом. Вот это все и в керамической чашке мускатной шипанской. А это все время пьешь, заедаешь, пьешь, заедаешь, то это, то это. Потом жирными, грязными руками берешь пульт от телевизора. Так, что-нибудь полуголое. Пребездело здесь так, просто она там. Под музыку там есть такие передачи, под музыку что-то полуголое. А ты очень смотришь на это все такими же тупыми глазами, какими они на тебя смотрят. Вот это вот все есть, и вдруг ты вспоминаешь, надо же выпить с кем-то, ну же глупо же. И вот у меня, как обычно, так как у меня в 5 или 6 утра, я звонил старому своему товарищу за океан, у которого 6 вечера. Я говорю, Шура, а у нас железный уговор, мы выпиваем все время по телефону. Как еще можно выпить с той страной? Я говорю, Шура, у тебя есть что выпить? Он говорит, да. Я говорю, что у тебя есть? Он говорит, там виски или водка? Я говорю, наливай. Железный уговор. Он наливает, я когда ему говорю, что пью и чем закусываю, я слышу, как по телефону у него течет слюна. И тогда я, все, мы наливаем, и я произношу тост. Всегда одели тот же. Шура, выпьем за то, чтоб забери меня отсюда, мы не крикнули одновременно. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова